Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и говорить о компьютерных и или околокомпьютерных темах. Это продолжение темы, которая большая, длинная. Продолжение темы по разработке программного обеспечения. И вся информация с небольшими моими дополнениями берется из книги Стива МакКонова «Совершенный код». Поэтому, у кого еще нет книги, советую приобрести. Ну и сегодня мы продолжим. Итак, сначала я загружусь. Кстати, в прошлый раз я закончил на том, что... Чего ты не загружаешься? Вот. В том... Закончил на том... На чем я там закончил? Ну, я имею ввиду в игре. На том, что мне там надо было найти, по-моему, этих... Куда сбарить вещи. Короче, в результате я прошел еще один квест. Парочку квестов. Парочку квестов. Это я сейчас в Могиннике. Я там был в Хабе. Помните, там было логово... Когтей Смерти. Там была матка. Короче, я убил их. Убил их, потому что меня попросили. Там был суперсклад. Нет, там был просто склад, где были вооруженные люди. Короче, эти вооруженные люди что-то сами не хотели. Заняться этим вопросом. И сказали мне, что было бы неплохо, если бы я это сделал сам. Ну, плюс между складами теми военными, там между... Точнее, тем местом, где было логово. И между... С одной стороны склад этот был, а с другой стороны там какое-то поселение. Ну, район города. Там тоже какая-то бабенка говорит, мол, там Когти Смерти. Вот, помоги. Мы знаем, что за Когтями Смерти есть военные. Вот, помоги, короче, нам с ними как-то связаться. Бо мы так друг друга толком не видели. И, короче, надо было помочь. В общем, я пошел убил эту матку. Долго, мучительно, много стимуляторов использовал. Но в результате убил все-таки. И потом эти регуляторы отправились вот сюда. Сюда это могильник и святилище. Оказывается, здесь были регуляторы, которые не очень хорошо себя ввели. Ну, их нужно было убить. И меня спросили, присоединишься ли ты или нет. Я присоединился. В результате, как вы видите, здесь куча трупов лежит, уже гниют. Уже над этим, вон, видно, мухи летают. Но фишка в том, что вот эти местные жители, когда пришел я с этими военными, они ополчились, ну, тоже как бы против этих регуляторов и помогали их убить. И сейчас мы их поубивали. Ну, есть и мирные жители пострадали. И все такое. Короче, я взял еще один уровень. Прокачал легкое оружие. И плюс я в братстве... В братстве, да, по-моему, побывал. И там сделал операции. Операции на интеллект, на ловкость, на что-то еще я там сделал. Потратил денег. У меня было много денег. Сейчас вот 8 тысяч осталось. Но в результате я поподымал на 1, на то и на 2 значения вот эти вот характеристики. И в результате у меня скопилось много вещей. А торговцы что-то здесь так маловато. Я решил эти вещи поскладировать в могильнике. В шкафчике, надеюсь, их никто оттуда не намутит. Вот, вот здесь шкафчик. Я уже попереносил. Попереносил весь этот хлам. Потому что это все тягать нереально с собой. Оно все тяжелое. А здесь немало вещей. Здесь много всего. То есть, если найти какого-нибудь богатого буратину и ему это все впарить, то тут немаленькая сумма будет. Ну, пусть лежит. Думаю, никто это не украдет. Вот, а я пойду выполнять квесты дальше. Итак, продолжаем. Продолжаем говорить о... Вот это, кстати, неожиданно. Почему ты на меня идешь? Короче, что-то тут тоже кто-то против меня. А кто? Кто, я не знаю. Ну, да ладно. Итак, продолжаем. Предыдущую тему. И следующий у нас тут вопрос какой. Что делать при изменении требований во время конструирования программ? Итак, следующее действие позволяет максимально легко перенести изменения требований во время конструирования. А что это, это в центре все против меня, что ли? Сейчас. Окей, ладно, будем воевать, что делать. Итак, первое, нужно оценить качество требований при помощи контрольного списка вопросов. Этот контрольный список вопросов, он в конце этого раздела, я его обязательно зачитаю. Если требования недостаточно хороши, прекратите работу, верните назад и исправьте их. Конечно, вам может показаться, что прекращение кодирования на этом этапе приведет к отставанию от графика. Но если вы едете, как написано в книге, из Чикаго в Лос-Анджелес и видите знаки, указывающие путь в Нью-Йорк, разве можно считать изучение карты пустой тратой времени? Нет. Если вы не уверены в правильности выбранного направления, остановитесь и проверьте его. Убедитесь, что всем известна цена изменений требований. Думая о новой функции, клиенты приходят в возбуждение. Кровь у них разжижается, переполняет продолговатый мозг и они впадают в эйфорию, забывая обо всех собраниях, посвященных обсуждению требований, о церемонии подписания и всех документах. Угомонить таких одурманенных новыми функциями людей проще всего. Заявив, о, это действительно прекрасная идея, но ее нет в документе требований. Поэтому я должен пересмотреть график работы и смету, чтобы вы могли решить, хотите ли вы реализовать это прямо сейчас или позднее. И слова график и смета отрезвляют, когда лучше, куда лучше, чем кофе и холодный душ. И многие требования быстро превращаются в пожелания. Если руководители вашей организации не понимают важность предварительной выработки требований, укажите им, что изменения во время выработки требований обходятся гораздо дешевле, чем на более поздних этапах. Используйте для их убеждения раздел самый веский аргумент в пользу выполнения предварительных условий перед началом конструирования. Дальше. Дальше у нас нам нужно, то есть задайте процедуру контроля изменений. Если клиент никак не может успокоиться, подумайте об установлении стенда контроля изменений для рассмотрения вносимых предложений. В том, что клиенты изменяют точку зрения и понимают, что им нужны дополнительные возможности, нет ничего аномального. Нет ничего аномального. Проблема в том, что они вносят предложения так часто, что вы не поспеваете за ними. И наличие процедуры контроля изменений осчастливит всех. Вы будете знать, что вам придется работать с изменениями только в определенные периоды времени. А клиенты увидят, что вам не безразличны их пожелания. Так, что-то меня тут гасят. Так, используйте те подходы к разработке, которые адаптируются к изменениям. Некоторые подходы к разработке программного обеспечения позволяют особенно легко реагировать на изменения требований. Подход эволюционного прототипирования помогает исследовать требования к системе до начала ее создания. Эволюционная постановка программного обеспечения подразумевает предоставление системы пользователям по частям. Вы можете создать фрагмент системы, получить от пользователей отзывы, немного подкорректировать проект, внести несколько изменений и приступить к созданию другого фрагмента. Суть этого подхода – это короткие циклы разработки, позволяющие быстро реагировать на пожелания пользователя. Так, что ж, не досмотрел я, ладно, идем дальше, заново и погнали. А, блин, а заново, заново, я тут кое-что не собрал, похоже, ну да ладно. То же такое, сейчас, по-моему, у кого-то здесь были деньжата, вот, а, и патрончики заберем, и деньжатки заберем, все, и погнали сразу. Так, оставьте проект, такой тоже вот совет. Если требования особенно неудачны или изменчивы, и никакой из предыдущих советов не работает, просто завершите проект. Даже если вы не можете на самом деле его завершить, то подумайте о том, чтобы его завершить. Если ситуация такая возможна, спросите себя, чем она отличается от предыдущей ситуации. Так, ну, где вы? Вон он бежит. Буду-ка я в него лупашить очереди. Что-то он слишком мощный. Ага. Вы теряете одну единицу кармы. Да, но дело в том, что, ну, вот здесь написано, я-то не начинал, я сюда перешел, и они что-то начали, начали в меня шмалять. Так, помните о бизнес-модели проекта. Многие проблемы с требованиями исчезают при воспоминании о коммерческих предпосылках проекта. Требования, которые сначала казались прекрасными идеями, могут оказаться ужасными, когда вы оцените затраты. Программисты, которые принимают во внимание коммерческие следствия своих решений, оценятся на вес золота. Вот так вот. Так, сейчас я перезаряжусь и подлечусь. А то сейчас опять не... А, ой, блин. А то сейчас я опять что-то тут не досмотрю, и опять меня убьют. Твоя голова пойдет в мою коллекцию, а твоя тем более. Он при смерти, но... Блин, да не используй ты стимуляторы, они мне нужны будут, когда ты сдохнешь, и я у тебя их заберу. Ого. Ладно. Подлечимся. Так, и вот мы дошли до контрольного списка. До контрольного списка. То есть, этот список содержит вопросы, позволяющие определить качество требований. Так, что у нас тут? Сейчас я гляну. До следующего уровня немало. Эй, а, ну, сохранюсь. Окей. Вот так вот. Подлечусь, подзаряжусь. И пойдем дальше. Итак, ни книга, ни мое чтение, ни этот список не научат вас грамотно вырабатывать требования. Используйте этот список во время конструирования для определения того, насколько... Насколько прочна земля, на которой вы стоите. Блин, детей, походу, тоже надо убивать. Офигеть. Я, походу, сейчас карму такую заработаю, что всех придется убивать. Ну да ладно, что делать, это игра. Так, не все вопросы будут актуальны для вашего проекта. Если вы работаете над неформальным проектом, над некоторыми вопросами даже не нужно задумываться. Другие вопросы так важны, но не требуют формальных ответов. Однако, если вы работаете над крупным формальным проектом, вам, наверное, следует ответить на каждый вопрос. На каждый вопрос. И вот сейчас будут все эти вопросы. Итак, специфические функциональные требования. Так, определены ли все способы ввода данных в систему с указанием источника, точности, диапазона значений и частоты ввода? И частоты ввода. Так, следующий. Определены ли все способы ввода данных системой с указанием назначения, точности, диапазона значений и частоты и формата? Следующий вопрос. Определены ли все форматы вывода для веб-страниц, отчетов и тому подобное? Определены ли все внешние коммуникационные интерфейсы с указанием протоколов установления соединения, проверки ошибок и коммуникаций? Определены ли все задачи, в выполнении которых нуждается пользователь? Определены ли данные, используемые в каждой задаче и данные, являющиеся результатом выполнения каждой задачи? Так, это вопросы под названием общим специфические функциональные требования. Сейчас будут вопросы по специфическим нефункциональным требованиям, то есть это требования к качеству. Итак, начинаем. Определены ли другие временные параметры, такие как время обработки данных, скорость их передачи и пропускная способность системы? Определен ли уровень защищенности системы? Определена ли надежность системы, в том числе такие аспекты, как следствие сбоев в ее работе, информация, которая должна быть защищена от сбоев, и стратегия обнаружения и исправления ошибок? Определены ли минимальные требования программы к объему памяти и свободного дискового пространства? Определены ли аспекты удобства сопровождения системы, в том числе способность системы адаптироваться к изменениям специфических функций операционной системы и интерфейсов с другими приложениями? Да, карма падает, падает. Включено ли в требования определения успеха или неудачи? Так, на этом список специфических нефункциональных требований закончен. Теперь у нас есть еще пару подразделчиков. И первый, ну точнее следующий, это качество требования. И вот список вопросов. Написаны ли требования на языке понятным пользователю? Так, сейчас я тут обшмонаю их. То есть написаны ли на языке понятным пользователю и согласны ли пользователи с этим списком или с этими требованиями? Нет ли конфликтов между требованиями? Определено ли приемлемое равновесие между параметрами антагонистами, такими как устойчивость к нарушению исходных предпосылок и корректность? Не присутствуют ли в требованиях элементы проектирования? Согласован ли уровень детальности требований? Следует ли какое-нибудь требование определить поподробнее или менее подробно? Достаточно ли ясны и понятны требования, чтобы их можно было передать независимой группе конструирования? Согласны ли с этим разработчики? Каждое ли требование релевантно для проблемы и ее решения? Можно ли проследить каждое требование до его источника и проблемной среде? Можно ли протестировать каждое требование? Можно ли будет провести независимое тестирование, которое позволит сказать, выполнены ли все требования или нет? Определены ли все возможные изменения требований и вероятность каждого изменения? Ну и вот еще такой последний подразделчик Полнота требований Называется он полнота требований Указаны ли недостающие требования, которые невозможно определить до начала разработки? Полны ли требования в том смысле, что если приложение будет удовлетворять всем требованиям, то будет ли оно приемлемо? Не вызывает ли какие-нибудь требования у вас дискомфорта? Исключили ли вы требования, которые не поддаются реализации и были включены лишь для ускорения клиента или начальника? Вот в принципе весь список вопросов, на которые нужно было бы ответить И как пишет Стив, если вы на это все отвечаете, то значит все хорошо Значит вы примерно, ну как бы вы уже знаете, что вы будете делать И по мере ответов на эти вопросы будете добавлять или расширять требования к проекту Соответственно ваше его понимание еще лучше улучшится Вот так вот Так, так, так Старый город Вроде никто не шмаляет Что я хотел в старом городе, не знаю Итак, идем дальше Идем дальше Идем дальше Сейчас я тут побегаю, мало ли что тут есть Итак, предварительные условия Условия связаны с разработкой архитектуры Архитектура это высокоуровневая часть проекта приложения Это каркас, состоящий из деталей проекта Архитектуру также называют Архитектурой системы Высокоуровневым проектом Так, и проектом высокого уровня Как правило, архитектуру описывают в единственном документе Который называется спецификацией архитектуры Или высокоуровневым проектом Некоторые разработчики Так, сейчас Некоторые разработчики Проводят различия между архитектурой И высокоуровневым проектом Архитектуру называют характеристики Всей системы Тогда как высокоуровневым проектом Характеристики Описывающие подсистемы И наборы классов Но не обязательно в масштабе Всей системы Так, тут я побывал А ну-ка в подвал надо туда сбегать Так, как эта книга Книга, которую я почитываю вам Ага, это гильдия воронов Сюда не надо Так, как эта книга посвящена конструированию То Вы не узнаете Как разрабатывать архитектуру программного обеспечения Но вы научитесь Определять качества Имеющейся архитектуры Однако Разработка архитектуры На один шаг ближе к конструированию Чем выработка требований Поэтому архитектуру Рассмотрим Поподробнее Чем требования Чем требования Так, так, так Почему разработку архитектуры следует Рассматривать Рассматривать как предварительное условие конструирования Так, сейчас Какая-то барышня стоит Потому что Качество архитектуры определяет Концептуальную целостность системы Которая в свою очередь Определяет итоговое качество системы Продуманная архитектура Продуманная архитектура Предоставляет структуру Нужную для поддержания Концептуальной целостности В масштабе системы Она предоставляет Программистам руководство Уровень детальности Которого Соответствует Их навыкам И выполняемой работе Она позволяет разделить работу на части Над которыми Отдельные разработчики И группы Могут трудиться Независимо Друг от друга Так Сейчас я тут положу Только 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 Тут я был Сейчас Вот тут еще По низу Пройдемся Так Что это Это С этого Я видел Сейчас я побегу Поищу Может кого-то Я не видел Еще Хорошая архитектура Облегчает Конструирование А плохая архитектура Делает его Почти невозможным И так Типичные Типичные Компоненты Архитектуры Сейчас поговорим Ну поговорим Я зачитаю их Удачные архитектуры Имеют Много общего Если всю систему Вы создаете Самостоятельно Работа над архитектурой Так Работа Над архитектурой Будет перекрываться С более детальным Проектированием В этом случае Вам следует По крайней мере Обдумать Каждый компонент Архитектуры Если вы работаете Над системой Архитектура Которая была Разработана Кем-то другим Вы должны Уметь Определять Ее важные Компоненты Без охотничьей Собаки И увеличительного Стекла Как бы то ни было Дальше Приведен список Компонентов Архитектуры На которые Следует Обратить Внимание Так Надо всех По очереди Пробежаться Пройтись Всех И Пересмотреть Может где то еще Квесты Есть Итак Первый Типичный Компонент Архитектуры Это Организация Программы В первую очередь Архитектура Должна Включать Общее Описание Системы Без Такого Описания Вам трудно Будет Составить Согласованную Картинку Из тысячи Деталей Или Хотя бы Десятка Отдельных Классов Если бы Система Была Мозаикой Из 12 Фрагментов Ее Смог бы С легкостью Собрать И Годовалый Ребенок Головоломку Из 12 Из 12 Подсистем Собрать Труднее Но если Вы не Можете Сделать Этого Вы не Поймете Какой Вклад Вносит В систему Разрабатываем Вами Класс Архитектура Должна Включать Подтверждение Того Что При Ее Разработке Были Рассмотрены Альтернативные Варианты И Обосновывать Выбор Окончательной Организации Системы Никому Не Хочется Разрабатывать Класс Если Его Роль В системе Не Кажется Хорошо Обдуманной Описывая Альтернативные Варианты Архитектуры Архитектура Обосновывает Организацию Системы И Показывает Что Роль Каждого Класса Была Тщательно Рассмотрена В одном Обзоре Методик Проектирования Было Обнаружено Что Обоснование Проекта Программы Не менее Важно Для ее Сопровождения Чем Сам Проект Опа А Это Вот Этот Недобиток Так Тут Я Был Тут Я Был И Тут Ловить Нечего Тут По-моему Живых Никого Не Осталось Так Я Отбегаю Чтобы Он Тоже Не Убежал А то Был Уже Опыт Сейчас Я Тут Подлечусь И Так Идем Дальше Дальше Архитектура Должна Определять Основные Компоненты Программы В зависимости От Размера Программы Ее Компонентами Могут Быть Отдельные Классы Или Подсистем Состоящие Из Нескольких Классов Каждый Компонент Является Классом Или Набором Является Классом Или Набором Набором Классов Методов Которые В совокупности Реализуют Высокоуровневые Функции Программы Такие Как Взаимодействие Взаимодействие С Пользователем Отображение Веб Страниц Интерпретация Команд Инкапсуляция Бизнес Правил Или Доступ К ним К данным За каждую Функцию Приложения Указанную В требованиях Должен Отвечать Хотя бы Один Компонент Если Функции Функцию Реализуют Несколько Компонентов Они Должны Сотрудничать А не Конфликтовать Так Архитектура Должна Четко Определять Ответственность Каждого Компонента Компонент Должен Иметь Одну Область Ответственности И Как Можно Меньше Знать Об Областях Ответственности Других Компонентов Сведя К Минимуму Объем Сведений Известных Компонентам О других Компонентах Вы Можете Локализовать Информацию О проекте Приложения В отдельных Компонентах Архитектура Должна Ясно Определять Правила Коммуникации Так Тут у нас Ничего нет Значит Идем дальше Правила Коммуникации Для каждого Компонента Она Должна Описывать Какие Другие Компоненты Данный Компонент Может Использовать Непосредственно А какие Косвенно А какие Вообще Не должна Использовать Так Что-то Тут Мне кажется То ли Уже Квестов Нет То ли Надо Лезть Лезть Куда-то И читать Искать Эти Квесты Кэрри Так Лазерплата А Это Это Караваны Мне Мне оно не надо Пойду дальше Поищу Так Получается Здесь я был Там Торговцы Тут Тут я не помню Тут только что Был Блин Что-то особо Уже нет Никого Тут Ну и так Ладно Следующий Типичный Компонент Архитектуры Это Основные Классы Называются Основные Классы Архитектура Должна Определять Основные Классы Приложения И Их Области Ответ Ответ И механизмы Взаимодействия С другими Классами Она должна Описывать Иерархии Классов А также Изменение Состояния И время Существования Объектов Если Система Достаточно Велика Так Если Система Достаточно Велика Архитектура Должна Описывать Организацию Классов Под Система Архитектура Должна Описывать Другие Сматривавшиеся Варианты Организации Классов И Обосновывать Итоговый вариант Не все Классы Системы Нужно Описывать В спецификации Архитектуры Ориентируйтесь На правило 80 на 20 То есть, описывайте 20% классов, которыми на 80% определяется поведение системы. Так. Что ты знаешь о хабе? Что ты тут делаешь? Кто здесь следит за порядком? Все вроде, да? Вот это я спросил, спросил. Где тут продают UBED? Так, так вроде все. Так, этот мне ничего не сказал. Так, что у нас тут? Ммм, полицейский. Да, но что-то он красненьким говорит. Почему-то он плохо настроен ко мне. Ладно. Может тут кто-то есть? Может кому-то надо перекопать там что-нибудь, посадить картошечку, помочь. Вроде никого нет. Итак, следующий типичный компонент архитектуры. Это организация данных. Архитектура должна описывать основные виды формата файлов и таблиц. Она должна описывать рассмотренные альтернативы и обосновывать итоговые варианты. Если приложение использует список идентификаторов клиентов и разработчики архитектуры решили реализовать его при помощи списка с последовательным доступом в документации, то в документации должно быть сказано, почему этот вид списка лучше, чем список с произвольным доступом. Стэк или хэш таблица. Эта информация окажет вам неоценимую помощь во время конструирования и сопровождения программы. Подсказал, чем руководствовались разработчики архитектуры. Без нее вы будете чувствовать себя зрителем, который смотрит иностранные фильмы без субтитров. Прямой доступ к данным обычно следует предоставлять только одной подсистеме или классу. Исключения возможны при использовании классов или методов доступа, обеспечивающих доступ к данным контролируемым абстрактным образом. Архитектура должна определять высокоуровневую организацию и содержание всех используемых баз данных. Архитектура должна объяснять, почему одна база данных предпочтительнее, чем несколько других или наоборот. Почему база данных предпочтительнее, чем однородные файлы? Определять возможные типы взаимодействия приложения с другими программами, использующие те же данные. И объяснять, как будут отображаться данные и тому подобное. Так, наверное, я сохранюсь. И, наверное, я тут так подумал, все-таки надо... Там она говорила, 3-го... Блин, где она? 3-го... Блин. И 17-го числа эти караваны. Может сходить в караван, может дадут какие-то квесты. Дэн. У него, может быть, он будет поразговорчивее, если... Ну, если я выполню какое-то, типа, задание. Вот. Сейчас еще к этому подойду. Эй, что-то он не хочет говорить. Не понял. Тут никто не хочет говорить. Ладно. Попробуем поотдыхать... Ну, до 3-го числа. Сейчас до 3-го числа поотдыхаем. Так, сейчас 20-е. До полуночи. Так, сейчас до полуночи. Будем отдыхать. Пока не наступит 3-е число. А 3-го числа... Попробуем устроиться на эту работу, да? Ну, караван. Надеюсь, я этот квас не отменил. Сейчас посмотрим, короче. Так, ладно. Давайте я нажму на паузу. Я сейчас это все проклацаю. И потом продолжим. Итак, я прождал. Сейчас у нас 3-е число. Попробую-ка я... Э, что за тупняк? Как это? Где я? Я хотел же то 3-е число. У нас полный комплект. Ты что, дура? Как не хочется работать сегодня? Вот так вот. Прождал 3 дня. Ой, блин, 3 дня. Короче, прождал тут не один день. И... И нифига. И они что-то не стартуют. У нас полный комплект. Офигеть. Наверное, надо было 2-го числа подходить. Ладно, сейчас я сбегаю в бизнес-центр. Еще раз с этой перетру. Перетру, короче. И... И... И схожу. Так, идем дальше. Следующий у нас типичный компонент архитектуры. Это бизнес-правила. Архитектура, зависимая от специфических бизнес-правил, должна определять их и описывать влияние на проект системы. Возьмем для примера бизнес-правила, согласно которому информация о клиентах должна устаревать не более чем за 30 секунд. В данном случае в спецификации архитектуры должна быть указана... Должно быть указано это правило. Как это правило повлияло на выбор метода обеспечения актуальности данных и их синхронизации. Так, следующий компонент это пользовательский интерфейс. Так, кто это? Буч. Я занят. Окей, здравствуйте. Я здесь. Ищешь работу. Ну, я не знаю, что... Ну, поговорю с... Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур чем, блинс. Я хочу узнать. Когти смерти убивают. Бур-бур-бур-бур-бур. Иди поговори с Бет. Иди поговори с Бет, она расскажет тебе, кто к чему. Хорошо. А кто такая Бет? Где-то я ее видел вроде, кто такая Бет. Ну, ладно. Так, пользовательский интерфейс. Это у нас следующий компонент. Итак, пользовательский интерфейс, иногда еще GUI, часто проектируется на этапе выработки требований. Но это не так. Его следует определить на этапе разработки. Так, на этапе разработки. Но, если это не так, то следует определить на этапе разработки архитектуры. То есть, если GUI не проектируется ни на этапе выработки требований, то нужно его определить на этапе разработки архитектуры. Архитектура должна описывать главные элементы формата тех же веб-страниц, UI интерфейс, командные строки и так далее. Удобство UI может в итоге определить популярность или провал программы. Архитектура должна быть модульной, так, чтобы UI можно было изменить, не затронув бизнес. Так, бизнес правил и модули программы, отвечающих за вывод данных. Например, архитектура должна обеспечивать возможность сравнительно легкой замены группы классов. Группы классов интерактивного интерфейса на группу классов интерфейса командной строки. Такая возможность весьма полезна. Во многом это объясняется тем, что интерфейс командной строки удобен для тестирования программного обеспечения на уровне блоков или подсистем. Проектирование UI заслуживает отдельной книги, поэтому здесь это особо рассматриваться не будет. Так, он говорил... А, поговори, поговори. Так, говорит конечную мульту. Что говорят, а что ты знаешь? Я думаю это когти убивают. Еще, говорит, братство. Так, торговцы. Так, кто такие? О, мутанта по имени Гарретт. О, я сейчас к нему схожу. Один единственный. Дядюшка Слаппи. А, это по-моему тот сумасшедший. Все, я понял. Короче, она мне зацепку какую-то дала. Итак, следующий компонент. Это у нас управление ресурсами. Архитектура. Архитектура должна включать план управления ограниченными ресурсами. Такими как соединение с базой данных, потоки и дескрипторы. При разработке драйверов, встроенных систем и других приложений, которые будут работать в условиях ограниченной памяти, архитектура должна также определять способ управления памятью. Архитектура должна включать оценку ресурсов, используемых в номинальном режиме и при экстремальной нагрузке. В простейшем случае, эти оценки должны подтвердить, что предполагаемая среда использования приложения будет располагать нужными ресурсами. В более сложной ситуации, в приложении, возможно, придется реализовать более активное управление, выделенными ему ресурсами. Если это так, архитектуру менеджера ресурсов нужно спроектировать не менее тщательно, чем любой другой компонент системы. Привет! А тут чем могу помочь? Так, когти. Ладно. Но, смотри, говорят, нельзя на него следить. Удачи! А где мне их найти? Сейчас, говорят, еще вот этот. Слэппи. О! О! Э, ядракой смертный звучит. Ты можешь мне о чем-то? Опачки! Опачки! Взял и отвел меня сюда. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, зарядимся. Слэппи. Что это? Яичная скорлупа. Где ты, тварь? Выходи! Выходи! О! Мертвый мутант. Офигеть! Эта тварь завалила мутанта. Так, а теперь, теперь начнется веселуха. Больше мне ничего... Ай-яй-яй, что я сделал? Возьму-ка я еще вот этот пистолетик. На тебе прицелил, попробую. О! Глаза 95%. Может эта тварь так ослепнет? Так, ладно. Следующий компонент. Следующий компонент у нас безопасность. Архитектура должна определять подход к безопасности на уровне проекта приложения и на уровне кода. А если модель угроз до сих пор не разработана, это следует сделать при проектировании архитектуры. Кстати, смотрите, нормальный урон, если я пистолетом в глаза стреляю. О безопасности нужно помнить и при разработке принципов кодирования, в том числе методик обработки буферов и ненадежных данных. И ненадежных данных. Данных, вводимых пользователями, файлов cookies, конфигурационных данных и данных других внешних интерфейсов. Подход к шифрованию, уровню подробностей сообщений об ошибках, защите секретных данных, находящихся в памяти и других вопросах. Следующий компонент это у нас производительность. Так, 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 надо вылечиться. Следующий компонент производительность. Валим. В требованиях следует определить показатели производительности. Если они связаны с использованием ресурсов, надо определить приоритеты для разных ресурсов, в том числе соотношение быстродействия, использование памяти и затрат. И затрат. Архитектура должна включать оценки производительности и объяснять, почему разработчики архитектуры считают эти показатели достижимыми. Если они могут быть недостигнуты, это тоже должно быть отражено в архитектуре. А если для достижения некоторых показателей требуются специфические алгоритмы или типы данных, также нужно указать это в спецификации архитектуры. Кроме того, в архитектуре можно указать объем пространства и время, выделяемые каждому классу и объекту. Она при смерти, но что-то... Ого, аж бошку разнесло. Окей, так. Тысячу опыта. Тут ничего нету, там мертвый этот мутант лежал. Нормальды, нормальды. Значит, надо будет патрончиков и под этот пистолет прикупить. Ооо, ух ты, так он полумертвый. Все, помер. Ух ты, рация. О, рация и диск. Ладно, что-то больше ничего нету. Ну-ка, рацию. Только атмосферные помехи. Хорошо. Так, до следующего уровня 5104 опыта. Ну, сейчас мне что-то эти дадут. Так, сейчас тут посмотрим, может тут что-то валяется. Итак, следующий компонент. Это масштабируемость. Масштабируемость. Сохранюсь-ка я. Вот. Масштабируемостью называют возможность системы адаптироваться к росту требований. Архитектура должна описывать, как система будет реагировать на рост числа пользователей, серверов, сетевых узлов, записей, базы данных, транзакций и так далее. Если развитие системы не предполагается, и ее масштабируемость не играет роли, это должно быть явно указано в архитектуре. Так, где этот бутч, мич или как он? Вот тут, по-моему. Так, следующий компонент. Это у нас взаимодействие с другими системами. Бутч. Это были мутанты. Ну, все. Так. Это была группа этих вот огромных мутантов. Что ж. О. И чо. И чо. И чо. Четыре тысячи опыта осталось, да? Ладно. Так, следующий. Следующий компонент. Следующий компонент это у нас взаимодействие с другими системами. Если некоторые данные или ресурсы будут общими для разрабатываемой системы и других программ или устройств, в архитектуре нужно указать, как это будет реализовано. Итак, ну, и следующий компонент. И на сегодня все. В следующем видео продолжим. А нафиг эти хождения. Так, следующий компонент это интернационализация и локализация. Интернационализация называют реализацией в программе поддержки региональных стандартов. Вместо слова... Так, сейчас, а где это БЭТ было? Вместо слова интернализация часто используют аббревиатуру... И18Н, или АИ18Н. Составлено из первой и последней букв слова. То есть, интернационализация, то есть, первая и последняя буква. И числа букв между ними. Локализация, известная как L10Н. Называют перевод интерфейса программы и реализацию в ней поддержки конкретного языка. Вопросы интернационализации заслуживают отдельного внимания при разработке архитектуры интерактивной системы. Большинство интерактивных систем включают десятки и сотни подсказок, индикаторов состояния, вспомогательных сообщений, сообщений об ошибках и тому подобное. Поэтому нужно оценить объем ресурсов, используемых строками. Если разрабатывается коммерческая программа, архитектура должна показывать, что при ее создании были рассмотрены типичные вопросы, связанные со строками и наборами символов. Такие как выбор набора символов. То есть, это может быть ASCII, Unicode, ISO там какие-то и так далее. И типа строк. Строки C, строки Visual Basic и так далее. А также способа изменения строк, который не требовал бы изменения кода и метода перевода строк на иностранные языки, оказывающие Go минимальное влияние на код и UI. Строки можно встроить в код, инкапсулировать в класс и использовать посредством интерфейса или сохранить в файле ресурсов. Архитектура должна объяснять, какой вариант выбран и почему. Так, на сегодня вот это все. Сейчас я тут что-то доперетру. И вроде все. А, ну, она мне ничего не дает. Ладно, значит, значит на сегодня все. В следующем видео продолжим чтение. Продолжим чтение. Продолжим чтение. Как оказалось, мне нужны патрончики. Ладно, это я впарю. Так, 415. Окей. Ну, на сегодня, ребятки, все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем. Помогаем развиваться каналу. А, если канал будет развит, то, соответственно, качество и количество роликов будет выше. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока.